Здравствуйте, дорогие слушатели! Третья неделя нашего курса посвящена понятию бесконечности. Бесконечность — это как бы визитная карточка всей математики. То есть в отличие от философов доморощенных, которые за вечерними посиделками рассуждают о бесконечности в каких-то пространных терминах, математики умеют с бесконечностью работать. Математика за последние 3-4 века, начиная примерно с Ньютона и Лебница, сумела разработать совершенно строгий аппарат, который позволяет, например, сказать, что сумма бесконечного количества слагаемых в одних случаях равна какому-то конечному числу, а в других случаях равна, как говорят математики, бесконечности, то есть по мере накопления слагаемых, становится больше любого заданного числа. Мы познакомимся с тем, как работают математики с бесконечными суммами и приведем пример как суммы, которые уходят на бесконечность, так и некоторых сумм, которые суммируются к конечному числу. Кроме того, бывают ситуации, когда за конечное время происходит, грубо говоря, бесконечное количество событий. Или наоборот, поразительные примеры того, что в обычной жизни встречаются явления, которые, ну скажем так, в идеальном их модельном представлении длятся бесконечное время. С такими примерами мы тоже будем знакомиться на этой неделе. Ну и, наконец, последнее. Удивительным образом различные бесконечные совокупности элементов могут быть разными по размеру. То есть математики могут различать бесконечности между собой. Одно бесконечное количество элементов может быть значительно больше другого, тоже бесконечного количества элементов. И на это есть тоже строгий язык. Эта наука гораздо более молодая, разработанная примерно сто с небольшим лет назад. И здесь ключевой фигурой является кантор. И мы даже с вами вслед за ним докажем некоторую очень трудную теорему про бесконечное множество.